Здравствуйте, меня зовут Андрей Дреер, это программа «Коммунальный патруль». Смотрите в этом выпуске. Нешелковый путь 2. Снова рассказываем про одну из худших дорог города. Прошло почти 4 месяца с выхода первого сюжета. Изменений нет. 220 автомобилей могут остаться в прену зимы. У гаражного кооператива остался только один выезд и тот аварийный. По традиции нашей программы мы возвращаемся на те места, на которых уже снимали, но наш сюжет так и не помог людям. Мы уже рассказывали вам про этот участок улицы Германа Титова и про эту неповторимую дорогу. Лето было жарким для дорожных строителей. По заявлениям официальных ведомств масштабы выполненных работ превышают норму, но про эту улицу почему-то забыли. Осенью, в дожди, зимой, в снегопад просто не могут к нам проехать. Мы бесконечно разбиваем подвески, бесконечные ремонты наших грузовых автомобилей. Также люди, которые являются пешеходами, они пройти не могут вообще. Участок Германа Титова от улицы Малахова до 10-й Западной постоянно ремонтируется. А вот начиная с 11-й Западной про дорогу как будто забывают. Неоднократно мы уже пытались обращаться в органы государственной власти, а именно это администрация, это ГИБДД. То есть обращения в ГИБДД идут уже на протяжении 10 лет. И на протяжении 10 лет люди получают просто обыкновенные отписки. Непосредственно я обращалась с коллективной жалобой этим летом. Мы собрали около 150 подписей. На официальном сайте города выложена карта дорожного строительства и ремонта, согласно которой участок Германа Титова будут ремонтировать только в 2024 году. При этом на сайте карта убитых дорог мы нашли еще один официальный документ. Он подписан председателем профильного комитета и там дата уже другая. Оказывается, эту улицу должны были отремонтировать как раз минувшим летом. Как тут не запутаться в официальных датах. Здесь арендуют офисы и склады. И пока город не потратит на эту дорогу деньги, она будет источником убытков для бизнеса. Клиенты предпочитают объезжать стороной и лишний раз не бить подвеску. А пешеходы просто физически весной, например, не могут преодолеть грязевые барьеры. Но к нашему второму приезду обновилась только официальная отписка. Там просто написано, что ГИБДД в отношении владельца дорог города Барнаула, а именно комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи, они просто привлекли к административной ответственности и все. То есть, если отписка 2017 года гласила о том, что они вынесли предписание о ремонте части этой дороги, то в данный момент они не написали даже этого. В свою очередь, комитет города Барнула по дорожному хозяйству, благоустройству и строительству, они на принесенное мною лично им письмо, на коллективную жалобу, не соизволили в этот раз даже ответить. Светлана обратилась в прокуратуру, но оттуда ответа пока не было. При этом летом постелили асфальт по соседству на улице, названной в честь борца за установление советской власти и революционерки Эмилия Августовна Алексеевой. Но про улицу в честь космонавта Германа Степановича Титова опять забыли. Землякам покорителя космоса остается летать. Как вам качество дороги? Ужасное, очень ужасное. Я сейчас кое-как доехала, у меня маленький ребенок, всего трясет, очень ужасное качество. Вообще нет дороги. Яма на яме. Ужасная дорога. Ужасная? А вы долго здесь ездите по ней? Постоянно. Работаю в такси. В день раз по всем точно. И с машиной что-то случается из-за нее? Конечно, подвеска портится. Вот езжу год здесь, постоянно ту подвеску меняем, ту тетюню. Светлана тоже оставляет на дороге детали своего авто, которое служит исправно на всех бездорожьях. На всех, за исключением улицы Германа Титова. Видимо, эту ласточку зарубежные конструкторы к такому не готовили. Не считая подвески, то есть я не буду перечислять, это стойки, это гранаты, бесконечные, то есть, ну, замена расходников. То есть, допустим, что касаемо вот именно внешней части автомобиля, то бесконечно от проезжих автомобилей отлетают камни, что вот именно постоянно сколы на бампере видны, бесконечные, потому что ямы, ухабы, все летят, как-то пытаются маневрировать, и поэтому получается вот такой вот на дороге коллапс. И однократно в лобовое стекло у меня отлетали также камни. Вот эта трещина. Да, вот эта именно трещина была получена вот на этой дороге. Бампер, один раз я попала просто зимой в такую кочку, что у меня практически отлетел бампер, видите, у меня вот тут, я его меняла, как бы, и у меня вот здесь вот даже дырка, вот, потому что он у меня просто практически отлетел, независимо от того, что у меня, как бы, высокий клиренс на автомобиле, да, что это все-таки, ну, как бы, внедорожник. А уж мыть автомобиль совершенно бессмысленно. Был здесь асфальт или нет, теперь только земля, значит, таяние снегов и ливни превращают эту часть улицы в трассу для экстремальных гонок. Вы знаете, мы свои машины, мы здесь практически не моем, несмотря на то, что у нас на нашей улице две мойки находятся, но они практически не функционируют, потому что нет смысла, это действительно так. Мы уезжаем, моем машины в городе. Людям на чистых машинах из официальных инстанций мы отправили запрос, чтобы узнать, когда на этой улице можно будет нормально передвигаться, работать и принимать клиентов. В одном из следующих выпусков расскажем, что ответили. О проблемах людей и их квартир мы говорим часто, а что по поводу проблем у гаражей и гаражных кооперативов, когда здесь, в этом гаражном кооперативе появилась новостройка, то есть рядом с ним, пропал один выезд, второй разрушен, третий аварийный. А что делать людям? Вся, ходить даже не будете здесь, сейчас осыпется. Вся она. Вот так осыпалось прямо на глазах, теперь точно не пройдешь, а должны были ездить. Так члены гаражного кооператива потеряли проезд к гаражам еще в августе. Евгений говорит, что теперь безопасно не выехать. Проезд сделали примерно в конце 80-х, чтобы сюда добиралась тяжелая техника для строительства этого гаражного кооператива. В этом году произошла беда, ее размыло, то есть приезжал какая-то техника, трактор какой-то, здесь что-то надкопали и уехали. Председатель его потом прогнал, что якобы что-то здесь роешь. После этого она обрушилась. Кооператив отправил прошение в администрацию индустриального района как-нибудь допомочь. Ведь эта земля не их кооператива, а уже соседей. Формально проезд принадлежит ПГСК номер 285, но им он не нужен. С администрацией сказали, что вы кооператив, сделайте сами эту процедуру, проройте и возведите вот это вот незаконное строение, которое было до этого. Мы им говорим, а как мы его возведем, если это незаконно. Ситуация тем сложнее, что до этого автомобилисты лишились еще одного проезда. На месте бывшей дороги начали застройку. На вашей памяти вы еще пользовались им, он работал? Конечно, да. Как-то я только получил первые права, у меня автомобиль появился первый. Я лично ездил по этому спуску. Потом началось домостроение, поставили блоки, сокращается объем вот этот полезный въезда. Получается, официальных выездов у кооператива не осталось. Один де-факто все же есть, но он крут. Когда зимой дорога схватится льдом, заберется не каждый внедорожник. А еще члены кооператива боятся, что никакая серьезная техника сюда не пройдет. У нас выезд самый, который остался, он ветхий. Даже у нас при режиме ЧС, где что-то пожар случится, у нас пожарная там не проедет. Потому что у нас там трактор даже не пускается. У нас здесь все ездило, вся техника и все. А у нас там, я не знаю, мы что будем делать вообще. А администрация даже официального выезда никакого не подписывает с 2007 года. Кооператив судится за это и никаких вообще сдвигов. Страшен этот единственный проезд близким обрывом. Вот даже садик, дорога, это все насыпь. И там обрыв вот такой прям реально. И там уже он подмывается, и эта глина скоро сойдет. Глава администрации Татьянин Сергей Сергеевич сказал, покупайте вертолеты, летайте на них. Так и сказал. Да. Как хотите, так и летайте. Вот и все. Но помощи от администрации люди все равно ждут. Тем более им обещали помочь восстановить проезд. Деньги уже потрачены на то, чтобы вытащить бетонные цилиндры. По договоренности администрация должна помочь в остальном. Люди ждут. А мы напоминаем, на интернет-портале Толка работает интерактивная карта коммунальных проблем города. Вы можете отправить нам заявку, и ваш сигнал появится на этой карте. Заходите на сайт talknews.ru на вкладку «Телевидение» и нажимайте на значок «Рассказать о проблеме». Можно следить за статусом вашей геометки. Она будет менять цвет с красного, обозначающего сигнал коммунального бедствия, на желтый, когда коммунальный патруль принял в разработку эту тему, и до зеленого, если соответствующие службы эти проблемы решили, или черного, когда ситуация не изменилась. Если у вашего гаражного кооператива тоже проблемы, или не делают дорогу, если у вас есть коммунальные проблемы и никто не может помочь, обращайтесь в нашу программу. Помочь попытаемся мы. Ну а пока, до встречи в следующий вторник.